Кто хорошо работает, тот и отдыхает отлично. Сотрудникам Балаковского филиала АО «Апатит» после трудовых будней предложили провести время с пользой для ума. И на игру «Приуроченный гуднехимика» собрались 20 команд, потому что интеллектуальные битвы для заводчан – не просто увлечение. От турнира к турниру, от игры к игре, кто больше и больше участия принимает. Мне участие – это на самом деле именно есть тот корпоративный дух, который нас объединяет, который помогает нам не только в работе, но и в организации нашего заслуга «Быдар». Что наша жизнь – игра. Необычный знаток, который провел корпоративный квиз, слышал эту строчку из оперы «Пиковая дама» сотни раз. Борис Белозеров – самый молодой капитан команды клуба «Что, где, когда», обладатель «Хрустальной совы». Для увлеченных интеллектуальными играми он является примером, поэтому к его советам прислушиваются многие. Любая победа, она предваряется большим количеством поражений. Нельзя прийти и победить сразу. Если это у вас так получится, значит, вы потом будете терпеть неудачи. Так вот, два основных совета. Во-первых, нормально относиться к своим ошибкам и поражениям, потому что они – это часть жизни, это нормально, и это условия для дальнейшего прогресса. И вытекающий из этого логичным образом совет – старайтесь учиться на своих ошибках. Вопросы, которые звучали во время игры, касались совершенно различных сфер – и кино, и литература, и история. Это был не тематический квиз, поэтому участникам порой приходилось искать ответы в самых дальних уголках своей памяти. И поэтому было важно работать в команде и уметь совместно выбирать правильные варианты. Чтобы именно победить сегодня, что-то учить надо или заучивать – такого нет. Нужно именно в разных областях быть абсолютно эрудированным. И вопросы в основном-то все на логику идут, то есть из одного следует другое. То есть ответ может быть абсолютно непредсказуемым. Встретились, пообщались. Ну и вообще это очень интересно и для развития. Есть и два, и три угадали вопроса, а мы пять угадали. Так что все нормально. Самый первый раз, когда мы играли, мы заняли самое последнее место. Очень сильно, честно говоря, расстроились, но решили участвовать в следующий раз. Кое-какой опыт вынесли. И сейчас уже в третий раз мы уже чувствуем, что игра у нас идет. Кстати, интеллектуальная игра – это не только хорошая возможность сплотить коллектив или проверить знания, но и узнать что-то новое. Участники квиза признавались, что после некоторых вопросов им хотелось открыть интернет и почитать про предмет обсуждения. Да что уж, сам знаменитый гость постоянно пополняет свой багаж знаний. Всегда приезжаю в город, стараюсь в нем что-нибудь прочитать. В том числе и про Балакова почитал, когда сюда ехал. А сегодня мы ехали в дом, садили в дом музея Чапаева, я тоже про Василия Ивановича много почитал. У меня никогда не было особого увлечения, но было очень интересно. Прочитал, а потом прикоснулся к истории. Так же и с играми действует. Ты про это сыграл вопрос, а потом где-то это тебе попалось. И уже в другом преломлении. Очень интересно. Ну и плюс, конечно, это возможность почувствовать себя частью очень большого движения, потому что в интеллектуальные игры играют по всему миру. Это такая очень классная русскоязычная фишка. И ты, по сути, приобщаешься к очень-очень большой тусовке. Кстати, знатоку в качестве полезного подарка вручили, конечно же, книгу. Она повествует о предприятиях, входящих в группу Фусагра. Может, когда-нибудь во время очередной игры ему попадется вопрос про добычу апатита или про удобрение, и знаток окажется к нему готов. А вот участников корпоративного квиза вопросами по химической тематике не удивишь. Их в этот раз ставили в ступор иные темы. Но, как и в любой игре, кто-то оказался лучше подготовлен. Шемпионы сегодняшнего бомбинара – коронавирус Айланджи Николаевский Шевчана. Аплодисменты! Как отметил Борис Белозеров, сейчас интеллектуальные игры становятся все более популярными. Зародившись в России, движение вышло за пределы страны. А все потому, что для игры чаще всего нужны не столько энциклопедические факты и точные знания, сколько логика, умение быстро и необычно мыслить. И традиционные корпоративные квизы доказывают – все необходимые для победы качества у работников Блаковского филиала Ауапатит имеются.